Итак, я очень рад всех видеть. Алексей, большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Для меня огромное удовольствие. И вы мне поручили очень интересную тему. Я надеюсь, что я сделаю свой доклад скучным, как раз наоборот. Это ракоподочная кишки, лимфодисекция. Это онкологическая точка зрения, диагностика лечения или это традиция? Итак, вот это критический вопрос. Как вы рассматриваете лимфатические узлы? Надо сказать, что это те фильтры, которые захватывают раковые клетки на их пути к органам и к метастазам. И являются ли они позитивными маркерами онкозаболевания или нет. И надо сказать, что это то, что мы с 18 века впервые изучаем. Вот это самая первая публикация, которую Герберт и Снеук. И здесь вы видите, что они прежде всего ухватывают опухолевые клетки, но с противной точки зрения они же запускают эти клетки в кровоток. То есть здесь противоречивый такой взгляд, и Герберт Дюк прежде всего описывает некое распределение колоректального рака. Вы меня хорошо слышите? Итак, ранее и, так скажем, опорядоченное распределение колоректального рака до лимфатических узлов близлежащих, а потом более отдалённых, и затем в лимфоток. И это, с одной стороны, очень простая, так скажем, диаграмма, но, с другой стороны, мы должны помнить с вами базовую анатомию. Лимфатические узлы не распределяют в печени, а распределяют это всё по другим частям организма. Очень интересно. Вот ещё одна публикация Рича Солнцена, которая работала в Бостоне, которая показывает, что даже при отрицательных лимфатических узлах это означает, что недостаточное количество лимфатических узлов было осмотрено или удалено, то в этом случае у пациентов был худший прогноз. И они использовали это как раз для того, чтобы планировать хирургическое обещательство, и патологи старались изучать большее количество лимфатических узлов у пациентов, и это также отражается вот в этой базе данных. Ну, к нашему удивлению, определённое количество пациентов, у которых было слишком высокое стадирование, и они прежде всего смотрели на лимфатические узлы, и приблизительно в то же самое время мы пришли к пониманию того, что мы думаем как хирурги и как гистопатологи, но гораздо лучше забрать как можно больше лимфатических узлов, но есть и другие факторы, не только рак, но также Т-стадии более глубоко посаженные, более, так скажем, крупные опухоли, у них может быть меньше поражённых лимфатических узлов, и с левой стороны располагающиеся опухоли, а также меньше лимфатических узлов, а обратная ситуация – это больше поражение лимфатических узлов. Итак, это не просто анатомическая резекция, которую вы проводите как хирург, которая имеет значение, но также и оценка самого макрообразца, который делает потолок, и именно от этого будет зависеть количество поражённых узлов зачастую. То есть это, по большому счёту, некая теория системных маркеров. И то, что касается колоректального рака, то вот это одна из основных статей Хоенбергера и Уэббера, которая была очень значимой, и одновременно с этим очень много проблем с этой публикацией. Она сравнивает две когорты. Во-первых, это, так скажем, старомодная хирургия, которую мы применяли в 70-80-е, и затем новые техники 95-2000 года. Вы видите, что да, вот это поздняя, а когорта у неё лучшая пятилетняя безрецидивная выживаемость, и они, как правило, это связывают с хирургической техникой, которая применялась. Но, по большому счёту, помимо этого, изменилось ещё очень много параметров по сравнению с концом 70-х и началом 21-го века. Особенно изменилось качество, конечно же, хирургии изменилось, но, тем не менее, и гистопатология изменилась, и также опыт, системная работа в больнице, меньше переливания крови, также лучше уход за пациентами, особенно химиотерапевтические подходы, абсолютно всё это отвечает за те различия, которые он отмечает в своей публикации. Именно проблемы, это проблемы, связанные с перспективными исследованиями, как всё мы хорошо знаем. И вот это новая, так скажем, патология, новая работа Ника Уэста и коллежнера Фил Корка отвечал инструментом, за инструментальную часть. Это было ТМЭ у пациентов, и посмотрели на макрообразцы, и посмотрели на препараты, которые удалялись, и измерили их. И в этом исследовании они сравнивали макропрепараты с профессором Хогенбергером, и они также говорят о том, что поздние результаты лучше, нежели чем поздние подходы, так скажем, к хирургии, показывают лучше результаты, потому что лучше, гораздо больше макрообразцы, они более анатомически правильные, и гораздо больше лимфатических узлов было также убрано у этих пациентов. И лучшие исходы. Но есть еще одна все-таки проблема. Это еще одно исследование от той же самой группы исследователей, где они говорят о том, что самая лучшая резекция была сделана в Германии от профессора Хогенберга или японская 3D. И они видят некоторые различия, тем не менее, между немецкой и японской техникой. В основном это критический момент, это где находится, где локализуется опухоль, и тогда мы можем оценивать исходы. И здесь, если мы посмотрим на еще одно исследование, я полагаю, что здесь, вот это одно из самых лучших исследований из Дании. Здесь у нас две группы пациентов, а голубым цветом это группа семьи, несколько лучше, по сравнению с красным, это стандартная хирургия, но это не рандомизированное исследование. Голубым цветом это специалисты, хирурги, которые делали семьи, а красным цветом это три региональные клиники, которые не были специализированы на клинике в области колоректального рака. И опять-таки, здесь у нас очень большой вопрос к этим данным, к этому сравнительному анализу. Если вы посмотрите на вот это исследование, это датское исследование, то здесь гораздо больше проблем в группе СМЭ. Вы видите, что здесь поражение органов, тяжелый сепсис, дыхательная несостоятельность, очень много тяжелых осложнений, которые осложнены со стороны селезенки. Вот поражение селезенки, это как раз по сравнению со стандартной операцией. И это специалисты, хирурги-специалисты с очень хорошим опытом, которые делали подобную операцию. И то, что касается мета-анализа, вот это самое последнее из опубликованных, которые я обнаружила в сервисных источниках 2021 года. Здесь вы видите достаточно значимую статистику, хорошую выборку, и статистически значимую разницу в безрецидивной выживании, включая лакорегиональные рецидивы. Есть улучшения, но опять-таки мы можем с вами найти червоточную и в этой публикации. И червоточную вот в чем заключается. Почти все эти исследования являются ретроспективными, когортными исследованиями. Это означает, что фундаментальные данные опять-таки достаточно слабые. Если вы их сведете вместе, то вы по большому счету имеете определенную выборку, но при этом вы должны к этому относиться с долей критики. Давайте посмотрим на РМЖ. В конце XIX века местный рецидив приблизительно как у нас, это была огромная проблема, Уильям Холстед создали такую операцию, как радикальная мистектомия, и снизили местный рецидив с 50-85% до 6%, и это действительно серьезные результаты. Приблизительно это компел-хилл в колоректальном раке, но это по большому счету была революция. Несколько лет спустя Льюис и Рейнхофф в 30-е годы посмотрели на эту ситуацию, посмотрели на эту ситуацию и поняли, что ситуация не настолько хороша, как говорил Холстед, потому что в первоначальных отчетах все выглядело хорошо, и действительно затем локальные рецидивы были приблизительно 30%, и очень многие пациенты все-таки умирали скорее всего от РМЖ. Доктор Холстед говорит о том, что мы должны были посмотреть на лимфатические узлы, которые являются сторожевыми, которые позволяют нам сохранить, так скажем, или упрощить распространение клеток. И это были первые, так скажем, шаги в этом направлении. Вот это в институте Миннесоты доктор Уангенстейн в 1956 году говорил о том, что мы должны смотреть не только на молочную железу, мы должны смотреть на всю грудную клетку и очистить, так скажем, сделать суперрадикальный мастектомию. И вы видите здесь огромная диссекция фактически до шеи пациентки, и по большому счету все узлы убирались для того, чтобы получить хороший контроль над заболеванием. Вот это стало по большому счету стандартом хирургического вмешательства Джером Урбан меньше, там слишком много там было психологических моментов, если вы спросите мое мнение. Затем Бернанд Фишер создал НСАБП, это провел исследование НСАБП, который изучал радикальную мастектомию и возможности снижения радикальности. И очень важно для нашей с вами беседы сегодня, это то, что если вы делаете диссекцию или биопсию нескольких узлов, то если вы надо ли убирать при РМЖ бронедиссекцию всех позитивных углов, то есть по большому счету РМЖ прошло весь полный круг от нерадикальной резекции к радикальному мастектомии, суперрадикальному мастектомии и затем мы с вами возвращаемся на круги своя, мы модифицируем и прекращаем делать вот такую тотальную диссекцию лимфатических узлов и по большому счету будет ли это естественной историей и у нас в колоректальном раке это вопрос. Меланома, также очень два важных исследования, которые были опубликованы несколько лет назад в New England Journal of Medicine, это было немецкое исследование в 2019 году, которое было опубликовано и проведено в 2017 отсутствие диссекции для опухоли с положительными сторожевыми узлами. Ответ нет, вот это как раз те кривые выживаемости, которые говорят о том, что вы не видите здесь соприкосновения кривых и вот это еще одно исследование, которое здесь эти цифры очень четко нам показывают, что региональные рецидивы лимфатических узлов, если вы делаете диссекцию, то в этом случайно снижается действительно значимо и то же самое мы видим и по колоректальному раку. Безрецидивная выживаемость также была значимо лучше, если вы делаете диссекцию сторожевых узлов, особенно и вот это критический момент. Не меняется меланомоспецифическая выживаемость, несмотря на рецидивы. Это говорит о том, что заболевания региональных узлов, они не связаны с метастазами, то есть вы по большому счету можете с ними справиться по-другому. Вот это еще один момент. Это уровень лимфатического отека гораздо лучше выглядит, если вы не делаете диссекцию, то здесь гораздо лучше и по большому счету это также, как я уже сказал, не влияет на выживаемость, поэтому нам нужно остановиться и задуматься над этим параметром, над этим показателем. Латеральная диссекция лимфатических узлов, я знаю, что мы сегодня об этом говорили очень много, и поэтому извините, если я повторюсь, вот это японское рандомизированное исследование, которое было опубликовано пять лет назад, и вы видите, что здесь у нас такая же картина, уровни региональных рецидивов сильно отличаются, если вы добавляете диссекцию латеральных лимфатических узлов, а безрецидивная вышиваемость фактически является идентичной, одинаковой, то есть на нее это никак не влияет, с очень небольшой разницей в 0,547, то есть латеральная диссекция является важной и нужной, но здесь у нас очень небольшая разница, и также общая выживаемость не является отличной, и возможно в роботической эре, в эре роботохирургии у нас будет дополнительное, так скажем, дополнительное преимущество от лимфатических инстекции, но на данный момент мы ее не видим, по крайней мере по цифрам по выживаемости. Вот это исследование это пациенты без лучевой терапии, это те пациенты, которые принимались в японское исследование, а вот это Мирада Костерс, это многоцентровое перспективное когортное исследование, которое рассматривало, как мы уже с вами и говорили, в последней нашей дискуссии. Здесь у нас были пациенты с опухолями больше 7 мм и опять-таки посмотрели на уровень ответов и на выживаемость. Выживаемость по большому счету никаким образом не менялась при лимфодисекции и рак желудка. Несколько больше информации нам дает опять-таки по этому вопросу. Это большая выборка, японский опыт, которая показывает, что тенденция заключается к более и более радикальной хирургии, так же, как мы видели при РМЖ. И затем мы видим некое снижение радикальности. Опять-таки это периодальная лимфодисекция в 70-е годы и теперь мы возвращаемся к менее радикальной резекции в западном мире, в мире Западной Европы. Опять в 2004 и 2010 года публикации увеличиваем валидизацию пациента при помощи расширенной лимфодисекции и при этом не получаем значимого преимущества по выживаемости. Вот это небольшое исследование с небольшой выборкой пациентов, которое показывает 15-летний период наблюдения и гораздо больше, выше чувствует себя пациента при более радикальной лимфодисекции и при этом нет преимущества для выживаемости. Во многих случаях, я могу сказать, при многих видах опухолей расширенная лимфодисекция может взять под контроль лакорегиональные рецидивы, но при этом она добавляет смертности и инвалидизации пациентов. Во многих примерах, которые я продемонстрировала сегодня, если вы посмотрите на меланому, например, то если вы посмотрите на РМЖ, то даже если у нас есть положительные сторожевые узлы, это никаким образом не отражается на общей выживаемости пациентов. Соответственно, мы можем этим управлять, то есть лечить при помощи неодеватной терапии. Но у нас есть все еще открытые вопросы о том, насколько это, насколько нам действительно, какое влияние СМЭ и диссекцию лимфатических узлов после лечения хирургии по поводу колоректального рака. Большое спасибо за приглашение. Для меня было огромное участие участвовать в этой конференции.